Коллеги, добрый день! В сегодняшнем видео я хочу поговорить о том, как сделать интерфейс ClickView более юзер-френдли. И для этого мы научимся, например, изменять вкладки активных листов. То есть мы сразу увидим, на какой вкладке мы находимся, и это ускорит работу пользователя. И вообще будет более приятно выглядеть. Мы будем это делать с помощью VBScript. Это новая тема. Раньше она не рассматривалась в моих видео. Полагаю, это будет интересно. Для того, чтобы изучить, как работает VBScript, я бы очень рекомендовал скачать специальный API User Guide по VBScript. Он находится в Community Click. И его достаточно просто найти запросом в Гугле. Например, вот таким. Он находится на второй ссылке. Это документ ClickView весом 1,7 мегабайта, который вы скачиваете себе на компьютер и используете его. Он выглядит, как обычное приложение. Все достаточно понятно. Однако есть один небольшой момент. Для того, чтобы использовать этот документ, вам потребуется лицензия QuickView. Так как я сегодня работаю на компьютере, где установлена только Personal Edition, К сожалению, я продемонстрировать работу этого API Guide не могу. Если вам будет интересно посмотреть, как он работает, пишите в комментариях. Я обязательно опишу эту работу. Итак, для того, чтобы понять, как меняется цвет ярлычков, я в сообществе написал статью, в которой представлен кусочек кода, который как раз делает то, что нам нужно. Код состоит буквально из нескольких строк и достаточно простой. Вы можете найти мой документ и его использовать. Вкратце, если пробежаться по коду, для начала мы в цикле обходим все листы нашего приложения и устанавливаем ему нейтральный цвет. Далее, после того, как мы установили всем листам нейтральный цвет, мы находим активный лист и устанавливаем ему тот цвет, который мы хотим для активного листа. На этом приложение заканчивается. Далее, нам следует лишь прописать обозначенный макрос в триггерах листа. Давайте попробуем сделать это на новом документе. Создам новый документ. Сохраню его. Зайдем в редактор WBScript. И для быстроты процедуры просто скопируем мой код. Протестируем его. Видим, что все работает. Ок. Ради интересов вставляем новую вкладку и видим, что ничего не происходит. То есть, у нас окрасился только лишь первый лист. Это как раз нам говорит о том, что нам необходимо поставить триггер. Заходим в settings, свойства листа и добавляем action. Action у нас будет внешний и запуск макроса. Нам только нужно знать наименование макроса, который мы хотим запускать. Давайте скопируем его отсюда. Важно убрать лишний пробел, а то ClickView не поймет. Ок. Это мы проделываем с каждым листом. Необходимо об этом помнить, иначе работать не будет. Итак, мы видим, что мы добились того результата, которого хотели. Вот вкратце этого хватит, чтобы понять, как работает Visual Basic Script в ClickView и как им использоваться. то, что вам интересно, пишите в комментариях. Я буду стараться на это отвечать. Изучайте гайд по ВБ скрипту и вы сможете делать некоторые вещи, которые выходят за рамки стандартных приложений ClickView. Спасибо за внимание, хороших проектов, отличные аналитики. Подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok